В день Казанской иконы Божьей Матери престольный праздник отмечал Нижний храм Горнинского монастыря в Иерусалиме. С главной иконой церкви, Казанским образом Богородицы, связана своя чудесная история времен Первой мировой войны. Ее всегда рассказывают паломникам, посещающим обитель. Икона Казанской Богородицы – самая почитаемая в Горнинском монастыре. Она спасла жизнь сестрам-насильницам в 1914 году. В Палестине была эпидемия холеры, и многие монахи не умирали. И сестры очень переживали, скорбели, молились и стали просить Матери Божью, Казанскую, Царицу Небесную, чтобы она как-то спасла и помогала. Матерь Божья – это икона, которая сейчас у нас здесь в Киоте, она висела вот здесь, с левой стороны, на Амвоне. И сестры стали читать 12 акафистов. То есть они один, второй, третий, когда уже 12 акафист стали кончать, вдруг видят, сошла со стенки икона. Вот это Матерь Божья. Она обошла и слышит голос, что все прекратится. И Матерь Божья потом опять поднялась туда. Так все удивились, плакали и радовались, и благодарили Матерь Божью. И действительно тогда все прекратилось. Чудо, явленное Богородицей 100 лет назад, переросло в строго соблюдаемую традицию. Каждый вечер одна из сестер по благословению Игумени обходит с иконой Казанской Божьей Матери вокруг монастыря. Ночью сестра остается в храме, читает псалтиль, подана оздорове и записки и молится. Сам престольный праздник начинается накануне вечером в Верхнем Большом Соборе Всех Святых Земли Российской Просеявших особенной службой, литийей, с освящением хлебов и вина. В молитве священники, которые выходят из лотаря в храм, просят о неспослании Богом земных даров, чтобы через вкушение земных благ верующие люди были освящены духовно. Ломтики хлеба с вину все православные христиане, пришедшие на службу, получили во время елепомазания. На следующий день, во время праздничной божественной литургии, паломники услышали замечательную проповедь про теерея Василия Максимишенец, настоятеля одного из храмов в Украине. Он напомнил историю о чудесном обретении в XVI веке в Казани иконы Богоровицы, о многих исцелениях и избавлениях, совершенных по молитвам к этой иконе Божьей Матери. И сегодня я Вас поздравляю с этим праздником чудотворной иконы. Желаю Вам покровительства Божией Матери. Желаю, чтобы Ваши верующие сердца всегда чувствовали осеняющий Вас ее пречистый омофор. Аминь. Священнослужители и паломники совершили крестный ход с иконой Казанской Богородицы вокруг собора. А потом все с воодушевлением старались поймать капли святой воды, щедро окропляемой всех и вся. Субтитры создавал DimaTorzok